Кадровую проблему в сельхозпроизводстве уже не один год решают на самых разных уровнях. Крупные хозяйства привлекают молодёжь с жильём и неплохой по средним меркам зарплатой. Область предоставляет единовременную финансовую помощь на обустройство в сельской местности. Например, в 33-м регионе это от 70 до 120 тысяч рублей. Правда, сейчас, чтобы получить деньги, молодой специалист должен начать трудиться на селе не позднее, чем через три месяца после окончания учебного заведения. И господдержки автоматически лишаются те, кто сразу после учёбы ушёл в армию или родил ребёнка. Поэтому такое ограничение из закона предлагают убрать. Тогда желающих работать трактористом, дояркой или ветеринаром, возможно, станет больше. Сейчас мы эту категорию убираем. Человек закончил соответствующее учебное заведение. Он, вне зависимости от промежутка времени, какой он не работал, он до 30 лет, являясь молодым специалистом, имеет право на эту единовременную помощь. Однако, по мнению депутатов ЗАГСобрания, одним снятием ограничений проблему не решить. В ближайшее время парламентарии намерены вплотную заняться изучением кадровых потребностей сельхозпредприятий и предлагают исполнительной власти побольше рассказывать молодёжи о вакансиях в сельхозпроизводстве. Необходимо проводить, на мой взгляд, ярмарки вакансий со стороны сельхозтоваропроизводителей, чтобы мы видели, во-первых, потребности, какие дополнительные возможности предоставляются молодым специалистам. Потому что, помимо различного рода финансовой поддержки, это необходимо решать вопросы, прежде всего, жилья, наличие социальной инфраструктуры. Я думаю, что, конечно, в этом плане необходимо очень тесно взаимодействовать как с законодательной властью, так и исполнительной, так и органами местного управления, и, конечно, самим сельхозтоваропроизводителем. Сегодня же депутаты Аграрного комитета одобрили законопроект, касающийся установления для сельхозпроизводителей конкретной цены за выкуп земли в пределах населённых пунктов, которые уже используются ими по назначению. Сельхозпроизводители не раз жаловались депутатам на завышенную стоимость и говорили, что в таких условиях просто невыгодно вкладывать большие деньги в развитие бизнеса. Цена выкупа земель устанавливается в размере 10% от их кадастровой стоимости, поэтому сельхозпроизводитель получил надёжную и стабильную цену, по которой он, и это, поверьте, нормальная цена, он будет выкупать этот земельный участок, будет уверен в своём завтрашнем дне, значит, он будет вкладывать деньги в сельхозпроизводство на данных земельных участках. Теперь авторы принятых Аграрным комитетом поправок рассчитывают на поддержку коллег. Дальнейшую судьбу таких мер поддержки сельхозпроизводителей ещё предстоит обсудить на заседании Законодательного собрания области. Оксана Любимова, Евгений Токарев, 6 канал.